Следующий наш докладчик у Кирилы Семьиева с темой «Почему ее вина?» Мы уже в праздниках, тема психолога педагогического сопровождения. Сейчас я хочу более обширно распределить это понятие, так скажем, и откуда оно вообще взялось у нас, начать такое понятие, и что оно подразумевается. Вообще понятие психолога педагогического сопровождения, оно продвигалось фондом Сороса с 2014 года. То есть на текущий момент это примерно 10 лет. Как оно продвигалось? Оно продвигалось под видом помощи деткам, которые с особенностями. Вот это дети-инвалиды, дети, у которых есть некие диагнозы, допустим, аутизм. И было предложение, что нужно в школах и в других образовательных учреждениях внедрить психолога-педагогическое сопровождение для таких детей. Естественно, родительское сообщество, родителей никто не будет против, потому что все прекрасно понимают, что этим детям, наверное, нужна какая-то дополнительная помощь, помимо педагогов. И это понятие было внедрено, в школу были внедрены психологи, которые работали и работают с особенными детками. Ну а теперь закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года, у закона об образовании под пункт 50, черточка 3, статья 1, теперь излагается в следующей редакции. То есть вы помните, что это было внедрено как раз для детей с особенностями. Теперь она звучит так. Психологи-педагогическое сопровождение – это системно организованная деятельность, реализуемая в организациях образования, в процессе которой создаются социальные и психологи-педагогические условия для успешного обучения и развития обучающихся, в том числе лиц, детей с особыми образовательными потребностями на основе оценки особых образовательных потребностей. То есть если раньше это было внедрено только для детей с особенностями, то теперь их работа распространяется на всех детей. Что же это такое, родители? Вы, наверное, уже все видели, как много заполняют дети тестов. Причем тесты, которые не относятся к их образованию. Это тесты не по математике, это тесты не по физике, это тесты, какие у тебя отношения с родителями, как именно наказывают тебя родителям. Там нет вопроса, тебя родители наказывают ли, там вопрос стоит так, как тебя наказывают. И очень много подпунктов. Если сейчас получится включить слайд-фотографию, это школа 60, города Астана. И там вот такие вопросы в отношении родителей. Вот, если видно, мне отсюда плохо видно. Сердятся ли родители, если вы спрашиваете... А, спорите с ними, да? Ну вот, почитайте, пожалуйста, кому видно этот. Ну, то есть, здесь такие вопросы, конкретно касающиеся отношений между родителем и ребенком. Но это еще не самое, как бы, скажем, непонятное. Еще есть тесты на склонность к суициду, где конкретно подробно расписывается о том, как именно можно закончить жизнь самоубийством. И это все внедряется детям, дети все это изучают. Помимо этого, там есть, я считаю, что это реклама психоактивных препаратов, потому что написано, потреблял ли ты? Это то, вон, то, вон, то. И то есть ребенок, прочитав, понимает, что это какой-то психоактивный препарат, да, который он может купить в той же аптеке. Помимо этого, есть номер 111. Помимо этого, психологи могут расспрашивать ребенка о том, просто вызвать ребенка и начать с ним разговаривать. То есть по этому закону здесь нигде не говорится о том, что они должны брать согласие у родителей для того, чтобы работать с вашим ребенком. То есть эту норму вводят для того, чтобы упростить доступ к ребенку, упростить доступ к каждому ребенку. Соответственно, вмешиваться в дела семьи. Как сейчас часто говорят, вы детей не бейте, забирать их не будут. Но вы не знаете, о чем ваш ребенок общается с психологом в школе. И какие именно вопросы задает психолог этому ребенку. И как она их задает. Помните, был такой вопрос в Алма-Ате в школе. Спросили, целует ли тебя папа, целует ли и обнимает тебя папа. И девочка, она немножко как бы была под вопросами. Она пришла к маме и говорит, в каком плане папа меня целует и обнимает. Ну, в смысле, как парень или как папа. То есть, понимаете, у ребенка было такое вот непонимание, как ответить на этот вопрос и как на него ответить, чтобы, не дай бог, не навредить как-то отцу. Понимаете, детей ставят в такое положение, именно вот такие вот вопросы. Эти все тесты, помимо этого, достаточно всяких других тестов. О жилье, о заработной плате родителей. Даже сколько они зарабатывают. В какой квартире вы живете. Съем на это жилье, не съем на это жилье. То есть, все эти данные, они собираются и вносятся в одну единую базу. Эта база, она уже есть, о ней уже говорили, причем говорили в правительстве. Как они сказали, ЮСЭТ называется. То есть, они создают вот эту вот платформу. И в эту платформу они собирают все данные о каждой семье. Для чего? Вот сейчас выступала недавно Ирина, и она очень подробно рассказывала, кто должен интересоваться семьями, для чего. То есть, психолог, это как бы тот человек, через которого они получают больше информации о вашей семье, для того, чтобы в дальнейшем я считаю, что это для того, чтобы потом вмешиваться в дела вашей семьи. Помимо этого, если дали тест, допустим, на суицид, ребенок ответил на какие-то вопросы положительные, и они посчитали, что ваш ребенок, возможно, суицидник, они могут его дальше отправлять уже в психиатрическую клинику, ставить ему психические диагнозы, выписывать ему психпрепараты. И мы уже давно изучаем эту тему. Я читала документ рекомендации ВОЗ в отношении расширения доступности психотропных препаратов на территории Республики Казахстан для детей и подростков. И там была такая фраза, что 25% детей в Казахстане страдают психическими заболеваниями, и им необходимо обеспечить доступ к психотропным препаратам. Вы просто представляете, вот этот масштаб кошмара, что если каждый четвертый ребенок будет употреблять психотропные препараты, будет ли безопасна школа для детей. Это вот такой момент. Теперь понятно, что они хотят получить доступ к детям без ведома родителей, и получать какую-то информацию, как это было в селе Ганюшкино. Девочка, думая, что раньше мы как к психологу относились, можно с психологом посоветоваться, какие-то тестики заполнять, какой-то там активный, не очень активный, харизматичный, не харизматичный, может быть, какие-то гороскопы. Мы относились к психологу как к другу, потому что мы не понимали, какая роль вообще у психолога в школе. Мы думали там успокаивать нас. И у детей, возможно, им дают сейчас неправильное понимание, кто такой психолог и что он делает в школах. Селе Ганюшкина девочка пожаловалась к психологу, рассказала свои некие переживания, девчонка-подросток, рассказала, что у нее какие-то разногласия с мамой. И вот в итоге закончилось все тем, что приехали, забрали всех шестерых детей. Да, теперь видео надо включить. Вот, и здесь уже конкретно на видео мы с союзом родителей, естественно, вмешались в эту ситуацию, постарались очень сильно, защитили семью, забрали детей, ну, вернули, помогли вернуть этих детей в семью. Это дети уже после цана. Баллы, как вам обращались в цане? Короче, обращались к нам. Когда вы первый раз пришли, за столько, за столько. Когда вы пришли, потом. Я говорю, а почему вы ее кидаете, Алину? Стой, стой, стой. Почему мы ее кидаете, а не в зале вот так еще? Вот так зал. Кинула, вот так кинула. Потом, когда нас еще забирали. Куда кинула? Кинула, на диван. На диван кинула, потом. Когда мы еще, мы еще, как, приходят, забирали нас, потом, когда мы из базы, они еще шашу, два нога потащили. Кого? Мент, 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 тащил. Кого? Вот эту, конечно. Маленького? Да, из дома. Еще Алину тоже так. Юль тоже вот так. А мент, как зовут? Как ты такой худой? Еще раз, еще. Утасковый, да? Еще, да, да. Еще как он, бессовестный. Еще 17 лет. Одна девочка, когда приехала, 17 лет. Еще, может, мне номер дать свой? Вот так девочке сказал, 17 лет. Несовершеннолетний, да? Ну, номер спрашивает, да? Он еще женатый. Женатый? Мама уж. А они дали, он дал, и она дала тоже. Это девочка. Какой имеете правило? Вас дома они забирали? Да, из дома. У меня из базара, у нас из базара. На, из базара. Мы хлипошли покупать, потом забрали. Тем более их обманным путем. Они сказали... Без старших вообще забрали, да? Они сказали. Домой идем, мол, телефон купили там. Все купили. Обманным путем, да, забрали? Обманным путем, да. И мол, на газель кинули. Они все куда сказали, либо, либо, это, на газель, либо на вот это. На машин, на машин, на газель, газель, которые там будут таскать, либо туда их закинуть, задеть, либо на автобус. Еще они сказали, а у нас, вот это, Гулю, что ли, еще, если захотите, еще могу обманить туда. Отцаны, воспитатели хорошие были? Нет, Гулю плохая, она жестоко плечилась за мной. Ну вот, в общем, вы видите, как национальные дети рассказывают про пациент, в котором они находились. Здесь конкретно они говорят о том, как их швыряли, как их кидали, что у несовершеннолетней девочки просили номер телефона какие-то мужчины. То есть, и дети вышли оттуда в крайне возбужденном состоянии. Естественно, они были счастливы вернуться в семью, вернуться к отцу. Как счастлив был отец. То есть, это такое было счастье для семьи вновь восстановиться. Это был стресс для семьи, их вот это вот расставание. Теперь, что нужно делать? Как защититься теперь нам, родители? Обязательно предупредите детей о том, что разговаривать с психологом может быть небезопасно для тебя самого. Они думают, что вот, я сейчас там расскажу, и меня заберут, пусть родителям будет плохо. Ну, дети же могут на родителей обижаться и сказать, я сейчас пойду маме скажу, особенно девчонки-подростки, которых там мама не разрешает допоздна гулять или агрессивно краситься, или как-то одеваться. Естественно, мама может какие-то вещи ограничивающие говорить. И там, в силу своих детских обид, мама может, она может пожаловаться элементарно на маму. Но она не знает, какие последствия будут. А последствия были такие, что вот приехали, и естественно, ни о какой заботе там речи нет. Когда детей просто зашвыривают в эту газель, силой там скручивают маму, забирают. Вы видели, как забирали у Раисы сына, да, там огромная толпа там отбирают. Это какой стресс для ребёнка, это какое, я считаю, предательство, вот так вот поступать с детьми. Они говорят, никакого насилия, даже шлепок. А отобрание ребёнка из семьи, это разве не насилие? То есть родители не должны допустить никакого насилия. А отобрать ребёнка, вот так его швырять, потом поместить в цанг, и где его, непонятно, что с ним делают. Я считаю, что это прямое насилие. Это прямое насилие не только над ребёнком, но и над всей семьёй. Это моё мнение такое. Теперь, что делать по поводу вот этого психолого-педагогического сопровождения? У родителей есть преимущественное право, статьёй 27, оно предусмотрено, о том, что родители заботятся о своих детях, и это является обязанностью родителей. У нас на канале «Союза родителей» есть заявление «Отказ от психовмешательств, от этих тестов». Мы разработали этот специально для вас, поэтому скачивайте заявление, заполняйте его в двух экземплярах, чтобы один экземпляр был у вас, один экземпляр хранился у школы. Обязательно предупредить социального работника, психолога, всех директора, классного руководителя о том, что с вашим ребёнком нельзя проводить никаких психологических обследований, расспрашивать его. Любая работа с психологом должна делаться только с вашего информированного согласия. И когда вам присылают тесты и пишут там «Срочно заполните все», сначала узнавайте, куда пойдёт эта информация, для кого она собирается и с какой целью. У меня как бы всё. Да, спасибо, Гульмира. Я хотела дополнить пару деталей по этому делу, по Ганюшкину. Когда детей поместили в ЦАНы, родители не допускали к детям, однако допустили неправительственные организации, которые приходили в этот ЦАН и забирали детей без доверенности родителям. Родители не лишены прав, не ограничены, однако они не могут видеть своих детей, приходят посторонние люди и забирают, вывозят детей непонятно куда. Всё это мы фиксировали, и мы видим, что это вопиющий беспредел в отношении семьи и в отношении этих детей. И как говорила Гульмира, что ЦАН или какое-то другое казённое предприятие, организация, в которых размещают детей, она не гарантирует безопасность. То есть там работают мужчины, охранники, ещё кто-то, которые также могут просить телефон и какие-то неправильные, неправомерные действия в отношении детей делать. Поэтому, дорогие родители, пользуйтесь теми наработками, которые Казахстанский союз родителей разработал специально для родителей. Всегда интересуйтесь тем, что проживают ваши дети в школе, и предупреждайте, выстраивайте доверительные отношения со своими детьми для того, чтобы знать все вот эти моменты, которые могут привести к тяжёлым последствиям. Продолжение следует...